Добрый день! С вами Лаврентьева Анастасия. И мы снова поговорим об астрологии. Продолжим тему разбора затмений лета 2018 года. Вторым летним затмением будет полное лунное затмение 27 июля 2018 года. Это затмение на оси Лев-Водолей. Соответственно, больше всего лунное затмение коснется тех, у кого планеты и чувствительные точки гороскопа находятся в пятом градусе фиксированных знаков. Это телец, скорпион, лев и водолей. Плюс-минус 3 градуса. Также это затмение коснется тех, кто родился 27 июля, января, апреля, октября. Плюс-минус 3 дня. Если солнечное затмение приносит кризис в сознании, то есть меняет внутренние установки обстоятельствами извне, то есть даёт импульс к новому, новым перспективам, обесценивая при этом что-то прежнее. Если солнечное затмение открывает дверь в новую жизнь и на новый жизненный цикл, закрывая при этом дверь в прошлое, то есть несёт какую-то кармическую предопределённость и отражается на внешней жизни, то тема лунного затмения отражается на внутреннем мире, на эмоциях. И, внимание, лунное затмение указывает на завершение этапа жизни. И это время максимальной освещенности проблем, скрытого и непонятного. Это кризис, в результате которого что-то будет кардинально изменено и отброшено. Наше лунное затмение 27 июля 2018 года на оси Лев-Водолей. Поэтому мы сразу будем иметь в виду, что тема затмения – воздействие на личность, групп, коллективами. Если планета лунного затмения, в принципе, или солнечного затмения, соединяется с вашими планетами или чувствительными точками гороскопа, то энергии этих точек и планет и, соответственно, домов, которыми управляют эти планеты особо будет акцентировано в течение следующих полугода. За три дня до и три дня после затмения ничего старайтесь не предпринимать. Помните, что информация в эти дни особо искажена. Особо это касается личных отношений и коллективных. Если человек кого-то или что-то искал или, наоборот, хотел потерять, то в лунное затмение это непременно произойдет. То есть тема должна быть завершена. Если назревал конфликт – тоже. Долгосрочные проекты войдут в завершающую фазу. Лунное затмение подводит итоги, но все же следует помнить, что в это время эмоциональный накал особенно силен. Поэтому принимать решение и готовиться к этому периоду следует заранее. Не принимайте решение на эмоциях под воздействием затмений. Лунное затмение в Водолее с Марсом могут быть массовые вспышки наболевшего. Но помните, что Марс и Луна на заходящем южном узле. То есть это будет инвалидционный период. Желательная медитация, спокойная обстановка, концентрация на конкретном намерении, осознанность, абсолютный контроль мыслей и поступков. Закладываются ритмы на полгода. Помните об этом. Затмение – это время кристаллизации сознания. Записывайте все, что будет происходить за день до, после и в само затмение. Это будет очень важно, если вы занимаетесь самоанализом, исследованием себя. Помните, познай самого себя, и ты познаешь волю богов и весь мир. На лунное затмение, как и на полнолуние, мы избавляемся от внутренних комплексов и вредных привычек. Сам день затмения хорошо сделать разгружить, необычным, но без фанатизма. Конечно же, хороши диета и омоложение организма. На лунное затмение, как и на полнолуние, мы помним, что да, мы избавляемся от вредных привычек, и мы обязательно контролируем свой внутренний, непознанный архив. Скажем так, лунное затмение в пятом градусе водолея. На рисунке видно, что не терять бдительность следует в первую очередь представителям фиксированного креста. Соединение Луны с водолейскими планетами не является пораженным и не является в то же время и гармоничным аспектом. Это силовой аспект, который дает большую силу взаимодействия планеты. Оппозиция у нас идет ко Льву, это аспект 180 градусов, который указывает на необходимость осознать, уравновесить, соединить противоборствующие, противоположности силы и принципы. Дома Натала с водолеем и львом – это те сферы жизни, в которых человечество будет переживать конфликты и противоборства внешних проявленных и внутренних сил. Квадрат к тельцам и скорпионам будет характеризоваться открытыми конфликтами и непостоянством. Квадрат жестче, чем оппозиция. Он не представляет возможности альтернативных колебаний. Он требует от человека не только смирения и выдержки, но и напряженных усилий, силой боли и инициативы. И нужно быть всегда на чеку, не упускать неожиданные моменты. Тригон к весам и близнецам. Он даст устойчивость, постоянство, гармонию, даст защиту, везение, таланты. Хотя и порой тригон он расслабляет и дает некоторый самообман. Помните, что тригон, либо после него идут сложные аспекты. Не расслабляйтесь так уж, чтобы слишком. Секстили, полусекстили к стрельцам, овнам, козерогам, рыбам. Это мажорные аспекты 60 и 30 градусов. Их действия характеризуются смягченными такими ситуациями. Предоставлением возможностей для достижения желаемой цели. Квикансы у нас к девам и рачкам. Это минорный аспект квиканс в 150 градусов. Его действия характеризуются возвратом ситуации, как благоприятных, так и напряженных. Квиканс позволяет закреплять пройденные уроки жизни, но может и указывать на замкнутый круг однотипных проблем. Этот аспект может создавать некоторый тормоз в развитии человека, потому что он будет постоянно возвращать к тому пройденному. Но в то же время он позволяет работать спокойно, без напряжений особых, расслабленно. Изучайте свои натальные карты, по каким домам будут идти повторы, по каким напряжениям, а по каким можно будет немного расслабиться и получить удовольствие. Аспекты лунного затмения. В принципе, мы подробно обсуждали в видео «Великое противостояние Марс-Солнце», но немного я еще имею, что добавить. По аспектам. Тригон Венера-Плутон точный. Оппозиция Луна-Марс к Солнцу на узлах. То есть, это «Великое противостояние Марс-Солнце». Понятно, квадрат Марс-Уран. И есть еще некоторые интересные моменты. Ретроградный Марс на Кету. Будут повторяющиеся, зацикленные события по одной и той же теме. Помимо возвращений к прошлому, будут торможения. Это время для кармического завершения. Лунное затмение на Кету 27 июля 2018 года. 23,20 для ЖМТ плюс 3 с великим противостоянием. Ретро-Марс-Солнце. Плюс мы имеем сразу же 5 ретроградных планет. Меркурий-Марс-Сатурн-Нептун-Плутон, останавливающийся Уран. То есть, можно сказать, уже даже 6. Энергия ретро-планет, напомню, для завершения, но не для начинания чего-то нового. Черная луна Лилит в последних градусах, кармических последних градусах Козерога, тоже имеет смысл вспоминать циклы. 27 июля 2018 года, помимо полного лунного затмения на южном лунном узле Кету, у нас еще и вот это самое великое противостояние ретроградного Марса, который находится в перигелии, то есть максимально близко к Земле. Так вот, противостояние к Солнцу. Земля при этом фактически находится между Марсом, Луной и Солнцем. То есть, влияние Марса как никогда значимо. Лунное затмение и этот Марс поднимут темы из далекого прошлого. В перигелии Марс редко довольно-таки находится. То есть, смотрите вот эти циклы. Марс – это наша агрессивность, активность, это энергия, образ действий, проявление инициативы, воинственность, экспансия, спорт. Из сложного то, что Марс в соединении с одной из дьявольских звезд Аль-Джеди. Аль-Джеди – это пятая альфа Козерога. Это козлята, звезда злая и гадкая. Как про неё пишут, она означает служение, служение злу, мерзость. Очень странные события могут происходить в ближайшие полгода. Опасность от злых демонических сил. И, конечно же, опасность самообольщения. Она даёт вырождение, то есть, изменение пола, отказ от предназначенного. Это тоже нужно иметь в виду. Лунное затмение на Кету 27 июля 2018 года. 23-20, я повторю, для ЖМТ плюс 3, с великим противостоянием ретро Марс-Солнце. И вот эти планеты ретроградные. Более того, это затмение, оно совпадает с осью Высоцкого. Его Солнце рождение до минут совпадает с Луной затмением. И с орбом в градусе ретро Марсом затмение. А Солнце смерти с Солнцем затмение совпадает. Сейчас 80 лет со дня рождения Высоцкого и 38 со дня смерти. Крамические, конечно же, цифры. Тема творчества Высоцкого сейчас, как никогда, по всей видимости, будет актуальна. Также у нас квадрат Марс-Уран. Точные аспекты, на самом-то деле, 2 августа и 19 сентября. Но орбиз от этих двух сейчас медленных, следовательно, очень значимых планет действует с 22 июля по 30 сентября 2018 года. Особенно в эти даты опасны поездки и авиаперелеты. Смотрите, в какой дом, с какими аспектами к Вашим планетам ложатся вот эти Марс и Уран и анализируйте. Вот эта квадратура ретроградного Марса к Урану очень редкая. Мы это проговаривали. Предыдущая такая конфигурация была в марте 1950 года. И мы смотрели исторические аналоги, вспоминали, что там было в разборе великое противостояние Марс-Солнце. Сейчас не будем повторять это все. Тригон Венера Плутона из хорошего даст страсть, эмоции в любви, даст роковые желания и формы любви. Но настраивайтесь все же на духовные высокие темы. Помните, что в 2018 году Венера идет к Юпитеру, к божественным образом, к откровенности, к пониманию причинно-следственных связей. Она уходит от сиюминутного Марса. Юпитер в Трине к Нептуну и у нас еще Трин Сатурн-Уран. Они настроят на творчество и практическое применение талантов и, конечно же, духовный рост. Это мне очень нравится. То есть, опять же, мы делаем выбор, по каким вибрациям мы пойдем, по низким или по высоким. Это лонное затмение высветит многие проблемы из прошлого, из подсознательного, незавершенного, неосознанного. Даст увидеть при этом весь сюжет. Для того, чтобы его завершили, для того, чтобы начать новый виток осознанно. Желательно, конечно, более высокий виток, эволюционный. Авантюризм, воинственность противопоказаны. Возможно, только ответственность и гармония. Тау-квадрат фактически у нас от Урана к лунному узлам. И с Витилом, и с Марсом. Это серьезный экзамен на то, как мы сдаем тему водолей-лев. И переходим к кармической родовой оси рак-козерог на следующие два года. Эмоции, ссоры, скандалы, капризы, рознь, агрессия, взрывы на почве архетипов, психических, старых травм. Конечно, сердечно-сосудистая система будет особенно подвержена стрессам и напряжениям. Уран даст быструю, из Тау-квадрата, смену событий. Реагировать нужно будет быстро, гибко и мгновенно. А вот почему, опять же, не говоря уже о кармических узелках, которые нам Марс ретроградный накручивает, нужно соблюдать внутреннюю тишину и покой, самонаблюдение, самоконтроль, дисциплину и выдержку. Да, и там же у нас еще одна особенность этого полного затмения. Только-только переставший быть стационарным и теперь двигающийся в ретроградном движении Меркурий, то есть вы видите, 11% скорость, значит, на фоне всех этих спровоцированных ураном и Марсом роковых событий, мышление и анализ будут сильно тормозить. Этот Меркурий, как и Марс, будет давать задержки, препятствия в дорогах, документах, договоренностях, встречах. И при этом всем нужно будет соблюдать выдержку и помнить о кармичности затмений. 27 июля 2018 года именно Луна, которая находится вблизи Южного узла, вблизи Марса, именно она будет задавать импульсы и направлять их через Землю к Солнцу. То есть как никогда встает вопрос нашей психики подсознательного, неосознанного, накопленного, и в том числе даже из прошлых воплощений. Соберите весь свой опыт, узрите свою суть, признайте, осознайте, задайтесь вопросом, почему всё так и для чего. То есть посвятите этот период самопознанием, самоанализу. Вот тот Тау-квадрат от Урана – это ваш выбор вектора движения. Инволюция и войны, или эволюция и пробуждение, просветление, любовь, творчество, гармония, лад. Но нужно разобраться со своими тараканами, скажем так. Все те люди, которые нас окружают, то есть те коллективы, они не просто так материализовались в нашем пространстве, они все нас чему-то учат. Что ж, будьте синхронны Божественному плану, осознанны. Желаю вам пробуждения, просветления. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите мне в Facebook, в личку. Будем разбирать и предназначения, и сюжеты затмений. С любовью, Ваша Настя. С любовью, Ваша Настя.